Так, друзья, съёмка пошла. Сегодня 10 сентября, завтра 11 вебинар. Вот, давайте вспоминать. Эту сторону мы с вами обследовали, я угощал вас шикарными черносливами, слив Евразия-21, венгерками. А сейчас давайте пройдём по другой стороне. Сад большой, в всё время что-то новое появляется. Давайте смотреть. Итак, извините, что повторяюсь, домик из опилок, не завидуйте мне, повторяю, из опилок, так называемый насыпной. Ему лет 50. Купил я его 38 лет назад. Теперь, по порядку, если вот это вот домик топится, плюс светлая окраска забора, и вот она перед вами тепловая подушка. Вот он персик. Тут рос персик другой совсем. Вот, я его снимала телевидение, я угощал журналистов Красноярска. Дважды приезжали с одной газеты и с одного журнала. Вот, и гордился этим. Но жизнь заставила. Я все ветки, прирост однолетний, подрезал. Вот, жизнь брала за горло. И эти персики у меня погибли. Вон там, я показывал недавно в кино и в телевидении. Вот он тут, вон он, остался жив. Почему? Ему повезло. Я много не мог срезать. Видите, он высоко растет. Ладно. Ну, посадил замену. Вот, растет замена. Передо мной та же самая проблема, друзья. Вот, несмотря на то, что я его никогда не поливал, вот, он дал приросты неплохие. Если вот отрезать отсюда, вот отсюда, оставляя, вот, помните, мою учебу, вот столько, остальное отрезать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, девятнадцать, раз, порядка пятнадцати веток, шансы у него выжить будет уже 50 на 50. Бывало, выживали, когда я срезал ветки на прививку, а бывало и погибали. Вот, здесь рос персик. Вот это по двое от него осталось. Видите? Вот, здесь рос персик. Все, что от него осталось. Ну, согласитесь, он был довольно мощный. Вот, это все тоже причина, не нищета, но бедность, вопиющая для одного из неплохих садоводов. Вот. Вот так выглядит будущий питомник. Нет, не так, простой питомник. Смотрите, здесь было привито несколько десятков саженцев. Они были проданы в одолете в возрасте, а вот эти остались. Вот. Так бывает. Вот тут раз, не пошло, не пошел, не пошел, штук пять не пошло. А вот этот пошел, он привитый. Видите, он привитый. И остался навсегда. Теперь это из маточа, не так, из питомника непроданный саженец станет маточем дерева. А вот интересно, что это такое? Мы с вами будем разбираться. Самое смешное, без бирка есть надписи нет. Ну, Сергей Валерьевич, ну спасибо, удружил. Тебе ж пока не заплодоносят. Я не знаю, что это будет. Да, но это первый случай в моей жизни, что бирка без надписи. Ладно, посмеялись надо мной, посмеялись. Вот. А один, непривитый абрикос, я уже рассказывал о нем. Вот это, видите, мелочевка, мелкие листья, это все манджурцы. Ну, так получилось, я сейчас даже не соображу. Или он их не прививал, наверное, не хватило времени. И они остались еще на год. А вот этот с жирным листом взял и показался мне странным. И я решил, он и так жирный лист был. Я еще на него привил вот эти мощные ветки, видите, вот с такими мощными листами. Сравнивайте. Смотри сюда, вот подвой от него же. Видите? Вот. Вот такой привой получился. Но дело в том, что у подвой листья оказались разные. И такие, и вот такие, достаточно солидные. Вот. И сделал три прививки, все три пошли. Теперь я хватаюсь за голову. Вот это мультидерево. Есть такое слово странное, мультидерево. Вот оно перед вами. Итак. Это оставляем на месте. Эти можно будет продать непривитыми. Вот я смотрел. 500-800 рублей продают манчжурцы. Так ладно бы еще манчжурцы. Это в чужих каталогах. Ладно бы еще манчжурцы. А то хрен знает, что продают. А так как это настоящие манчжурцы минус 50 придержат. Вы догадываетесь, почему по всей стране гибнут абрикосы. Посмотрели? Теперь со стороны уходим чуть-чуть. Вот сюда в тень смотрим со стороны. И так. Непланомерно. Но получается вот такая картина. Вот. Несимметрично. Но так уж сложилось, что этот остается навсегда. Абрикосы известны. Что и три прививки. Мультидерево. Посмотрим, что это будет. А эта мелочевка, скорее всего, продастся. А может еще успеет Сергей привить ее. Еще один год и продать уже привитыми. Примерно такая же картина. Давайте пойдем разбираться с каждым деревом. Исполнилось 20 лет. А я где-то читал, что у них активный возраст. 20 лет этого эллиса пишет. Ну, это, конечно, неправда. Уже не то. Лысеть начало. Стамба я не делал. У меня есть фотографии. Роскошнейшее. Роскошнейшее. Дерево с роскошнейшим урожаем. В этом году вот оно начало лысеть. Смотрите со стороны. Вот. И у него уже растет замена. Еще несколько лет. И оно будет просто старым. Вот. Интересно, где я его посадил. Обратите внимание. Естественно, что этот дом строил не я. Как здесь оказалось. Огромная куча. Как это называется. Мелкий камень и крупный камень. Все вместе. Щебень. О, память, а. Еще вот эти, как это заводы называют по переработке. Ой, господи. То, что идет на бетонирование. В общем, любуйтесь сами. Когда я начал копать, мне пришлось брать лом. Видите? Оказалось, тут земли практически нет. Я ломом выковырял ямку. Ямку вот такого размера. Вот такого вот. Либо корни молодого саженца. Волочки вошли сюда. Они вошли еще. И больше не было никакого чернозема. Подкормок ничего. И результат. Столько он этот. Это дерево. Это дерево, кстати. Его по привычке, видимо, они очень такие уж крутые специалисты. Но относятся к кусту, к кустальнику. Вот. А если даже, видите. Пусть у него штамп начинается от самой земли. И очень здорового куст напоминает. Для меня все равно это штамп было дерево. Повторяю. Ни одной раны я не делал. Посмотрели на волочную вишню. Полюбовались ей. Дай ей бог еще жизни. Вот. Да. Но все равно оголяется. Вот эти ветки. Видите? Я их отрезал уже сухими. Я отсюда ничего на прививку не брал. Таких запросов не было. Ну, персик. Сало как сало. О! Последний. Вот он. Не крупный. Но... А, вот еще один. И откуда же вы беретесь-то? Я же вас собрал уже. Вот отсюда вы упали. Значит, выше. Вот этой кромки. Значит, на северном ветру. Вот они. Пусть мелкие. Но они не в крытой форме. Пусть мелкие. Знаете-ка, я всем брал. М-м-м. Вкуснючая. Я немножко переспел. Вкуснючая необыкновенная. Косточка мелкая. Слава Богу. А, кстати. Он у меня привитый. Да. Но что привитый? Давайте смотреть. Если вы видите листья персика. Вот они. Смотрели? Вот они. Смотрим подвой. Вот он. Правильно? Это самая настоящая китайская слива. Обычно я использую сливу под названием красно-синяя. Название самопроизведенное. Самоназванное мной. Ну, дальше. Все смотреть. Потомок манджуршка абрикоса. Какой бы он вам не казался мелкий, не вкусный. Но то, что стоит за забором, там ведра два упало с него. Рожай был небольшой. Нет, огромный. На нем. И мне... Что меня удивило. Ладно, мальчишки просто собирали. Вот. Но когда моя знакомая позвонила, Костичевич, можно я соберу что-то за забором. Я был приятно удивлен. Вот так вот. Ну, а дальше. Еще один кусочек бывшего питомника. Видите? Вы скажете. Как же так? Давно бы уже ее расхватали бы. Уже бы с руками оторвали. Не те годы, ребята. Вот привитые деревья. Смотрите. Без обмана. Вот видите, белые полоски. Это название сортов. Вот. А вот это уже бирьку повесил я железу. Почему? Внимание. Это Петр Великий с Украины. Вот прекрасный саженец. Я сказал Сергей. Я оставляю его нам. Остальные будут проданы. Или привитые. Они не такие уж крупные. Можно еще раз привить. А вернее, не еще раз, а просто привить. Явно тут не успевал привить. А вот это привил. И вот этот привил. Вот этот привитый надо срочно продавать. Перерастет все сроки. Вот. Ну что. Посмотрели еще кусочек питомника, который плавно переходит в паточный сад. Вот. Огурцами мы любоваться не будем. Так. Вот. Здесь. Вот это вот нарядная фима. Прекрасный сорт. Вот он так выглядит. Форма крона такая. Видите? Вот ветки устремляются вверх. Не вздумайте их никогда. Считать их отсками. Не трожьте. Не вздумайте их как-то. Делайте из них чашу. Не делайте всех этих уникальных глупостей. Растет вверх и пусть растет. Пойдет урожай. И он раскинется. Как море широко. Вот. Как песня поется. Еще один персик. А это у нас гигант Подмосковья. Вот. Вообще. Их уже давно груш нет этих. То же самое. Тут, к сожалению, места не было. В двух метрах растет поздний Филиппио. Их кого убирать. Душит его поздний Филиппио. Душит, душит, душит. Что я могу сделать? Я пока использую на прививке вот это все вот срезано. Вам на прививке. Вот. Поэтому пока еще будет жить до упора. Вот. Ну, как всегда, когда я вижу, смотрите, читайте. Читайте, читайте. Гигант. Подмосковья. Так. Смотрим дальше. Так. Что будет дальше? А дальше будет следующее. Интересная, интересная вещь. А что здесь делают ведра? Посмотрите вначале вниз. Вот это ценнейшая вещь. Готовая к производству косточек. И из этих косточек, из них извлекаются косточки. Они вкусные, наверное-то. Чуть-чуть перележали. Даже косточку жалко выбрасывать. Это вишня с генами черешки. Хотите, я вам покажу, как они в натуре. Смотрим сюда. Сейчас. О! Это все же вишня, но вкусная и необыкновенная. Причина. У нее не за рентгенами черешки, но это мы проходили. Вот. Несложительно сухие ветки. Их никогда не отрезают заподлицо с этим. Со штампом. Страшнейшая мировая ошибка. Вот здесь отрежут, нарисуют. Это, мол, правильно. А вот это, мол, неправильно. Все наоборот. Как сложилось, что вся мировая наука требует раны на кольцо, а я единственное требую на всей планете. Чтобы этого не произошло. Уже идут десятки лет, когда я придумал новую течению, новую теорию, новую практику. И, к сожалению, к моему огромнейшему. У меня ни одного последователя. И, в крайнем случае, со мной уже тысячи, не сотни, тысячи соглашаются. Но молча. А подержать? Неа. Пробовали иногда высунуться на каких-то сайтах, на каких-то каналах. Пишут, вы не правы, жаль за прав. Тут же их бах и нету. Ладно. Давайте посмотрим еще. Мы паяли вишню очень вкусную. Вот это все мне надо будет собрать. Под названием вишня с генами черешни. Пошли дальше. Вот. Вот это тоже вишня с генами черешни. Но она в этом году помельче. Да нет, я бы не сказал. Ну пусть тут такая. Вот здесь видите, что это вы уже догадались. Черешня была внедрена. Пожили черешни. Результат. Все три прививки погибли. Ну. Ведь вкусные же. А ведь это была обыкновенная диковишня, которую есть невозможная. От которой морду корежила. Все равно вот такая, но я собирать даже не буду. Такое количество не нужны ни науке, ни обывателям. Идем дальше. А дальше как это. Помните? В этом самом рекламе. Сюрприз. Так, до сюрприза что-то показать сейчас. Еще отнять, еще до сюрприза. Вот она вишня. Тоже с генами черешни. Почему? Вот она, вот она, вот она. Такая же. Она уже не дико. Скисалат, она очень вкусная. Вот прививка. Черешни. Доска уже не нужна. Под грузом она была, все сама отвалилась. Подставлял, чтобы не упала. Вот. Видите? Смотрите, еще раз. С самого низа вылезла. Вот эта вот привитая черешня. Пусть все изуродована. Но жива. Плюньте мне в глаза, если это не черешня. Но угостить уже не могу. Ее давно нет. А вишня ухрупнилась, стала съедобной. Вот она, стала съедобной. Давно не ел. Вот такое чудо на мои глаза птицам досталось. Ладно. И, наконец, да, не стало вот этой огромной ветки. Вот. Раскололось дерево. Эта ветка пошла за дрова. А эта совсем стала. Раньше они смыкались, кроны. Вот нетронутая. Сейчас мы ее пробовать будем. Это вишня жуковская с Украины. Последнее нетронутое дерево. Сейчас мы с вами будем угощаться. Ой, е-бое. Давайте посмотрим на ее размер. Вот. Как вам размер? Мне нравится. Еще, если смотреть, на сарай жалость опасна. Тут птицы несколько ведер-то съели. Вон она еще проглядывается. За одним уже. Давайте посмотрим, как долго держится манжурский абрикос. Это один из потомков того самого манжурского абрикоса-гиганта. А он тут недалеко. Вон он. Вон он, вон он, вон он. Видно, нет. Чтобы вы поняли его масштабность. Под ним до сих пор абрикосовые кости лежат. Никому не нужно. А вот это вот получилось так, что вот самый сенсационный персик был тут. Вот все, что от него осталось. Это его я изуродовал. Он у меня погиб. Это после того, когда меня подсекли с сад сожгли на острове. Пятигектарный промышленный. Я, чтобы выжить, продавал все, что мог. Вот такой персик не продашь. Он был привит на абрикос. Сейчас прививка персиковая погибла. Та, которая большая меня сделала героем, когда ко мне приезжали телевидения с пяти городов сибирских и даже с московского телеканала культура. Вот. Но я надеялся, что абрикосовые кустики, подвойные, вот они, они приобретут какие-то новое качество. Ну-ка. Ну, сказать, что в нем есть какие-то персиковые качества, я не могу. Много лет прошло. Вот здесь ну, никак не заложились эти качества. Ну, что делать. Не все коту мастерница. Вот. Идем дальше. А куда мы еще идем? Ну, он патриарх. Вы видели много раз. Недавно от него я собирал косточки. Не я. Дети собирали. Вот эти вот плоды последние. Кстати, все собрать так и не смогли. И в них половине косточки оказались белыми. Я их топить, они не тонут. я их давай щипсами с виду живые. Я сейчас придумаю такую вещь. Кто закажет крупную партию, я ему все нормального оттенка утонувшее положу. еще и скидку дам. С условием, что он порастит еще и белые. Мне уже поращивать сил нет, здоровья тоже нет. Вот. Ну что, заканчивать обход будем. Хожу, брожу. Что-то бы напоследок что-то бы. Что-то такое здравоучительное. Здравоучительное. Что-то бы, что-то бы. здравоучительное. У меня завтра вебинар, а мне опять пришлось прислали рекламу. А там огромное количество ковновидных яблонь, груши, абрикос, слив, перчик, червь. Вот. Я взял и прям с экрана сфотографировал всю эту красоту. А дело в том, что в основном они нарисованы, а если настоящие, ну обман. Ветка свисает вниз. Вот жалко у меня уже урожай весь отошел. Я вам показал такие ветки. Вот. А ему не то, что штамп снизу приделывают, а просто так вырезают, что не поймешь, ветка свисает или из дневни растет. Я еще раз поднимаю эту тему. Вот ни одной на планете нет. Ни абрикоса, ни слива, ни вишни, ни черешни, ни персика, ни груши. На планете ни одного ковновидного дерева нет. Они продают. Обман дичайший, на миллиарды рублей. А почему вспомнил? Я стою возле единственного дерева с рынка. Вот оно. Здесь было три яблока. Осталось два. Вот они. Вот. Это рекорд. Это, я говорю, когда что-то на 13-й год дало три яблочка, я могу набрать. Кажется, может быть, даже на 14-й. Прошло больше десяти лет. И оно все растет, растет. Вот. А до этого оно дало однажды два яблока. Но это было где-то на шестом-седьмом году жизни, а сейчас вот на 13-м. Вот это и все рекорды наших, все рекорды наших этих самых колновидников, так можно сказать. Ну, вот теперь, кажется, я все сказал на сегодня. Не покупайтесь на эту рекламу. У вас будет то же самое. Вот. То же самое, что вы видите сейчас. До свидания, друзья. Вот. До новых встреч. Желаю вам вырастить вот такой сад. Ладно, покажу эту грушу. Сейчас буду звонить. Ребята, заберите у меня эти, пожалуйста, эти плоды. Уже сколько можно груш гноить. заберите, приедьте. Ну, вот теперь сравнили, да? На черта нам колновидная груша. Когда с одного дерева не можешь собрать. Ой, не могу. Колновидные груши практически все нарисованы в рекламе. Как люди не видят этого? Все, друзья, до свидания. все, все. Некогда мне с вами лясы точить. Пока. Редактор субтитров